Проезжаем мимо знакомой вывески, огибаем многоэтажки и из города словно попадаем в другой мир. Одинокий рыбак на льду замерзшего озера, заснеженная деревенька напротив, утки плавают в полынье. Эдакая русская зимняя идиллия. Так и хочется, как у классиков, вздохнуть полной грудью. Но сделать этого местные жители, увы, не могут. Микрорайон «Эковидное» по замыслу создателей должен был стать экологически чистым местом. А с чем это ассоциируется в первую очередь? Конечно, со свежим воздухом. Слева от меня находятся необычные сооружения в виде конусов. Это очистные сооружения. Опять же, по логике, они должны что-то очищать. Но на деле все происходит прямо противоположным образом. Многие по привычке называют это место на старый лад. В почтовом же адресе этих домов значится микрорайон Купеленка по имени реки, на берегу которой стоят дома. Название красивое, как принято сейчас говорить, атмосферное. Только вот с атмосферой здесь все очень плохо. Для нас сделали набережную красивую для отдыха. Но дело в том, что когда мы с сыном пошли туда гулять, было ощущение, что мы в деревне, где такой туалет, знаете, в виде ямы. И невероятно страшный запах, вонь. Причина этого – выход из строя оборудования на чистных сооружениях. Проблема эта существует давно, но решать ее в администрации Ленинского района начали только в апреле прошлого года. Именно тогда административные полномочия передали от поселения Горки-Ленинский в муниципалитет. Застройщик вызван в администрацию. Ему выставлены прямым текстом требования, по результатам которых он сейчас составил план реконструкции от чистых сооружений. По результатам уже проведенной реконструкции будет произведен расчет ущерба, нанесенный окружающей среде. Жесткие санкции в данном случае необходимость. Застройщик, к сожалению, самостоятельно не прилагал никаких усилий, а ведь проблема довольно серьезна. В непосредственной близости от чистых сооружений находится детский садик. Недалеко строится еще один, казалось бы, живи да радуйся. Социальная инфраструктура развивается, но, увы, ощущение радости у жителей микрорайона Эковидно изрядно подпорчено. Мария постоянно живет в микрорайоне с ноября прошлого года. До этого приходилось бывать здесь наездами, контролировать ход ремонта в купленной квартире. И даже в эти редкие моменты нахождения на берегу реки удавалось почувствовать всю трагичность ситуации. Зимой не сильно, вот летом, осенью такой аромат хороший. Но я так подозреваю, что у них просто неправильно все организовано, либо построено все неправильно, потому что, ну, запах хороший, не должно быть такого. Местные жители не раз обращались в различные инстанции и считают, что никакой работы не ведется. В администрации нас заверили в обратном и даже назвали конкретный срок, когда очистные сооружения будут запущены в эксплуатацию. Реконструкция уже начата. С декабря 2016 года уже проведены какие-то работы на конституционной насосной станции, которые принимают непосредственно сток на очистные. Ну и дальше производится закупка оборудования. И конец реконструкции в апрель 2017 года. В год экологии, которым объявлен в России нынешний, мы будем следить за развитием событий особенно пристально. Максим Козлов, Алексей Руднев, Владимир Бижонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.